цирк уродов он так и назывался сказать вот такое можно только после просмотра кадров с уничтожением 155 отдельной бригады морской пехоты я много роликов смотрю сейчас силу работы оттуда где проходят бои в начале ходе специальной военной операции в результате наступательных действий наших войск на донецком и запорожском направлениях настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах угледар и артемовска за пару дней под угледаром около 80 погибших и более 200 раненых орков уничтожена 31 единица бронетехники российских морпехов 13 танков т-72 b3 12 бмп 1 и 2 серии 2 мтлб и одна машина разграждения полная потеря боеспособности главный итог для российских террористов пытающихся взять угледар живописную свалку металлолома опубликовал канал deep state отправлять их на бойню заставлять их умирать можно да 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 миру предъявили то самое чудовище которое было наделено функциями развязать кровавую бойню мною принято решение о проведении специальной военной операции мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации украины при этом в наши планы не входит оккупации украинских территорий мы никому и ничего не собираемся навязывать силы упомянули о том что появились новые территории ну вот и такой все таки значимый результат для для россии это серьезный вопрос значит и ну чушь там грехота грехота эти азовское море стало внутренним морем российской федерации при этом в наши планы не входит оккупации украинских территорий действительно такое можно увидеть только в цирке уродов настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах у глядара артемовска соединенные штаты америки союзники пытаются максимально затянуть конфликт для этого не приступили поставкам тяжелого наступательного вооружения открыто призывают украину захватывать наши территории фактически такие шаги втягивает страны нато в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации группировки российских войск продолжает перемалывать все поставляемые киеву вооружение и технику как на маршрутах его доставки так и на боевых позициях несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран противник несет значительные потери потерь в вооруженных силах россии нет я сейчас вспомнилось утверждение одного прощелыги прощелыга информационный прощелыга вот у нас есть на каналах и буду называть его нет ну как у нас здесь принято называть всех в лицо да да генерал лейтенант который отвечает за информационное обеспечение а вы имеете ввиду это в гостях у сказки когда же да да когда шанс гостях у сказки да вооруженные силы российской федерации продолжают проведение специальной военной операции так вот он уже с гордостью и заявлял вот я не помню не хочется оскорблять некрасиво оскорблять они нас вообще-то они сами не идиоты они долбоклювы они долбоклювы я матом не ругаюсь но они нас такими же считает это чучело информационно заявляет мы о процессе демилитаризации мы демилитаризировали почти всю украинскую армию уничтожены все танки бмп пушки самолеты пулеметы ты чё дурак что ли нет и дурак он нас считает такими а мариван или степан степанович на кухне думают смотри-ка в самом деле мы все уничтожили так а вместо этого что пришло теперь на украину я отвечаю на ваш вопрос игорь иванович а придет современное вооружение марбер это не бмп-1 и брэдли тоже не бмп-2 они связаны прежде всего главное преимущество западной техники при всей бывшей советской и нынешней россиянской даже слов российской не хочется говорить о россиянской в том что она имеет совершенно единое цифровое боевое пространство с космосом с воздушной разведкой с дронами так далее командир взвода укр имеет планшет на который имеет всю оперативную обстановку вы понимаете видела это челенджер вот такая коробка металлическая гроб для всу подойдет им как раз вот четко блин продолжаем новостью о заявлениях из российского мида действительно неожиданные слова прозвучали из уст кремлевского дипломата москва не просто готова к переговорам с киевом она якобы готова общаться с украинской стороной без каких-либо предварительных условий об этом в интервью телеканалу российского минобороны звезда заявил замглавы российского мида сергей вершинин классика говорит что любые военные действия заканчиваются переговорами и мы естественно уже говорили что мы к таким переговорам будем готовы но только переговорам без предварительных условий переговорам на основе той реальности которая существует переговорам с учетом тех целей которые были нами озвучены публично еще в декабре прошлого года пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявлял цитирую что касается перспектив каких-то переговоров мы не их не видим в настоящий момент мы неоднократно об этом говорили должны быть достигнуты цели специальной военной операции конец цитаты на заявление вершинина отреагировал советник главы офиса президента украины михаил подоляк по его словам это заявление свидетельствует о том что о переговорах с кремлем не может быть и речи потому что цитирую своей регулярной риторики о мире и переговорах кремль заявляет что не покинет украинские территории и не будет вести ответственность за свои преступления конец цитаты заявление о том что они готовы проводить переговоры без предварительных якобы условий звучали уже несколько раз и это по сути дела означало для всех что россии нет никакой переговорной позиции она не собирается ничего фиксировать ни на чем настаивать и переговоры нужны только для того чтобы потянуть время может быть для того чтобы переговоровать силы подготовить новое наступление что-то в этом дух теперь это могут быть и итоговые переговоры то есть переговоры на которых кремль готов закрепить итоги этой войны и свои достижения как они считают очевидно что это абсолютно неприемлемые условия но по крайней мере это уже переговорная позиция очевидно опять таки что на таких условиях украинская сторона уже об этом сказала переговоры не начнутся но по крайней мере повторюсь кремль выработал какую-то переговорную позицию и первый раз ее продемонстрировал публично говорит ли это о том что кремль скорее всего лично владимир путин готов закончить эту войну или по почему речь идет о затягивании и получения какой-то операционной паузы в этот момент я думаю что они не настолько неадекватны чтобы не понимать что на этих условиях переговоры не начнутся поэтому очевидно что все равно речь идет о затягивании возможного попытки получить какую-то передышку какую-то паузу но скорее это попытка зафиксировать свою позицию чтобы спровоцировать украину возможно запад на какое-то ответное действие на то чтобы они теперь должны были свою позицию каким-то образом фиксировать но вопрос в том что позиция украины и так известно существует 10 пунктов которые украина и до этого заявляла и очевидно что я думаю кремль не сможет добиться чтобы эта позиция украины была каким-то образом пересмотрена сейчас насколько на ваш взгляд такие заявления мида или российского президента пресс-секретаря российского президента производит впечатление на западе насколько они дают западным политикам создают ли впечатление что кремль якобы готов к переговорам что вот выработана какая-то позиция и насколько приводит к возможному давлению на украину со стороны западных стран мы знаем что существует среди западных политиков достаточно значительная группа тех кто хочет так или иначе начать переговоры и каким-то образом сейчас зафиксировать существующие позиции поэтому очевидно что это наброс им но судя по нынешнему положению давить на украину у них возможности нет потому что это не та группа политиков которая контролирует сейчас в целом скажем так повестку на западе а